Ребята, всем привет! Вы на канале Семьян на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Я в центре Сочи, и это значит, что покажу вам набережную, посмотрим обстановку на центральных пляжах Сочи, посмотрим морской порт, отведают самую вкусную хачапури в Сочи, и все это в этом выпуске. Погнали! Начнем мы нашу прогулку с вами через Приморский парк. Здесь такая шикарнейшая стеневая зона. Здесь можно классно погулять, он достаточно большой. Красивые виды открываются на море. Мы пойдем в сторону гостиницы «Жемчужина». Вот он, зимний театр. Здесь такая большая а-ля парковка, на которую, собственно, я на свой страхерий ставил машину. Надеюсь, не заберут, хотя в Сочи это очень актуально. Кстати, я снимал в Сочи выпуск, что делать, если забрали машину, где ее забирать в Сочи. Посмотрите, ссылочку я оставлю в описании. Получилось прикольно. Здесь, по традиции, в Сочи есть уже, значит, палатка, где вы можете взять экскурсию, а мы с вами будем спускаться туда вот вниз. Там очень много ступенек нам сейчас нужно будет преодолеть. Единственные ступеньки, чем неудобные для ребят, у которых маленькие детки, это то, что для колясок есть только один пандус и больше нету. Все. Дальше нужно будет коляску на руках. Я сегодня один, у меня еще третий ребенок не родился, чтобы нам лазить с коляской, поэтому я пока преодолеваю это максимально спокойно. Вот начались ступеньки. Радует одно, что здесь тень, нету солнца, а то и так сгорел. Ладно, спускаемся. Вот, кстати, туда если пойти левее, то попадешь прям в жемчужину. Ну что, смотрите, последние ступеньки, которые нам нужно с вами преодолеть. И все, и мы попадаем на прекрасную набережную центрального Сочи. Центрального Сочи, ребята. Самый центр. И людей, по-моему, здесь мало. Ну да, потому что еще очень сильно жарко. Ну ничего. Моя задача вам просто показать набережные, какие здесь есть заведения. Вот первое. Одно из них, кстати, для родителей, которые везут своего ребенка на плечах очень аккуратно. Вот этот козырек очень низкий. Почему я заостряю на вот этом козырьке, внимание, потому что, когда мы здесь гуляли, как-то раз папка вез своего ребенка. И он-то сам проходит под этим навесом. А ребенок печатался в эту острую ролету и было неприятно. Поэтому внимательнее. Вот такое здесь есть голубенькое заведение. Все так красиво. У них на столах все в таком морском стиле. Красиво. Так. А мы с вами будем сейчас спускаться ниже. Здесь есть пандус для колясок. Это очень хорошо. Вот они. Начинаются. Пляж Центрального Сочи называется Приморский пляж. Соответственно, Приморская набережная, Приморский парк, Приморский пляж. Вот такая тут обстановочка. Традиционно здесь справа рестораны, кафе. Вот белосиний пляж, такой душ, массаж людей. Много. Всякие, видите, кораллы. Пятигорская бронза. Люди в тенечке чилят. Здесь такая типа галька в перемешку с мелким песочком. Мне почему-то кажется, что немножко пыльный пляж. Возможно, я ошибаюсь. Но людей на набережной мало посмотрим. Дойдем с вами дальше до морпорта. Там обычно всегда все забито. Вот такие проходы на пляж сделаны. Перила и лесенки напоминает вход на чайка в Адлере. Вот есть администраторы пляжа. Есть спасатели. Здорово. Тир традиционный. Традиционный сочинский тир. Так, раздельный мусор здесь делают. Так, давайте с вами сейчас пройдем на вот этот волнорез. Смотрите, хочу показать. Вот медийное место. Впервые увидят, что здесь нет очереди на набережной. В это место вообще очень готовят вкусные медии. Ну, наверное, знаете, как сказать, еще не вечер. Прокат гидроциклов, саббордов. В этой стране вот отсюда происходит, видимо, посадка на банан. Так, я хочу посмотреть чуть подальше в цвет моря. Давайте вместе с вами посмотрим. Грязновато, конечно. Видите? Я не придумываю плавы, крышки. Но вот там вот подальше прям норм. Ну, давайте посмотрим еще вот с этой стороны. Ну, здесь почище вот с этой стороны. Здорово. Так. А, там ребята встали прям в море. Я смотрю, здесь этот волнорез, по-моему, проходит. Вот так вот набережные и пляжи выглядят с моря. Гляньте, как здорово. Вот оно, медийное место, коричневая крыша. Я медии вообще никак не ем, не люблю их мне прям прям, да. А Настенька очень любит. И вот она пробовала и сказала, что это прям бомба. И, кстати, в Меретинке на пляже в бархатных сезон тоже открыли медийное место. Ребята, не реклама, просто советую, когда что-то прям здоровское, всегда приятно порекомендовать. Вот такой вот пляжок. Кабиночки, переодевалочки, душевые. Все здесь есть. Центр Сочи, да, как говорится, все на высшем уровне. Там чуть дальше еще построили пляж. Такой типа современный. Он был закрыт на реконструкцию. И 1 июня его открывали. А нас здесь уже 1 июня, короче, не было. И сейчас вот я приехал. Заодно и вам покажу, что же там они отстроили. Проект был, конечно, вообще грандиозный. Продолжается пляж Приморский. Опять заход. Это, короче, все пляж Приморский. Есть вот такая здесь в виде частная пивоварня. Лавочки, чтобы посидеть, вот так вот покайфовать. Кстати, вот здесь тоже саборды. Они тоже все новые. Как заговорились, либо у них один владелец, который просто взял и выкидывал все старое и закупил себе новое. Вот интересное заведение, где всегда тушки жарятся в печи. Сезонная функционировать начала в полной ее мере. Есть вот такие вот стульчики. Ну, это как бы ты можешь просто купить и покушать. Также можно кушать на пляже. Это тоже их получается пляж. Вот такие есть бассейны. Если бунгало снимаешь, будет басик для деток. Здорово. Так, а мы с вами отправляемся кушать самую вкусную хачапури. Запоминайте локацию. Клад мармелад. По лестнице поднимаемся. И вот тут она под пальмой находится. А еще больше крутых локаций, всяких мест, достопримечательностей есть в нашем авторском кайде, ребят. Цена всего лишь 490 рублей. Пишите либо мне в инстаграм, либо Настеньке. Приобретайте, путешествуйте по Большому Сочи с удовольствием. А мы продолжаем. Вот только здесь открывается прекрасный вид. И вот она, пальма. Мы сейчас, значит, под нее с вами сядем и перекусим. Главное, чтобы это заведение работало. А оно работает. Вот она. Все, я пойду заказывать. В общем, я заказал. Дали мне такую штуку. Сказали ждать минут 15. Запиши, пойду забирать. Что, ребята, посмотрите, какая красотища. Самые вкусные хачапури здесь. Вот с таким вот прекрасным видом. Ладно, мне приятного аппетита и продолжу. От душе я подкрепился. Теперь продолжаем. Здесь такая детская площадка. Правда, она очень маленечко в Тимке. Поэтому, мне кажется, она не совсем толковая. И если только поздно вечером будут детки на ней играть. Потому что даже сейчас на набережной солнцепек. Взрослых-то нету. Скульптура такая. Поседона стоит. Какие-то, я не знаю, пляжи полупустые. Честно. Вот сами посмотрите. Людей в море не совсем нет. Толли. Они так же, как и я, понимают, что море не освежает. И нужно приходить купаться в море на закате. Вообще, Сочи же интересный город. Пока здесь светит солнце, можно отправиться куда-нибудь в горы, на водопады. И покупаться в водопадах, в горных реках. Вот если вы смотрите этот выпуск и приедете в Сочи, делайте именно так. Вон, на какие-нибудь белые скалы, на каньон. Шикарнейшее место. Баня. 500 рублей. Без ограничения времени стоит. Баньки попарились. Выбежали прям со скалы в эту потрясающую голубую водичку. Стартанули. Ну вот, видите, пляжи пустоватые. Возможно, вечером после шести сюда все подгребут на закат. Вообще, кстати, в море очень много катеров. Парусник. Посмотрите, как много. Ничего себе. Здорово. Так, следующий отрезок Приморского пляжа. Это, короче, все, кстати, Приморский пляж. Больше лежаков стоит и бунгалов, чем людей. Создает такое впечатление, как будто пляж битком. По факту-то он как бы и не битком. Вот еще такой возле бунгала бассейн. Прикольно, красиво все сделали. Красивые цвета, очень приятные для глаза. Здесь, значит, по правой руке кафешечки на любой вкус. Цвет и кошелек. Двигаемся с вами дальше. Хочу посмотреть. Тут новый пляж. Хочу показать вам в морпорту обстановочку. Вот, видите, смотрите. И прям пусто. Никто не лежит на лежаках под зонтиком. Причем самое интересное, что если ты не хочешь лежать на лежаке, то где вообще лежать? Что-то вообще непонятно. А вот этот пляж еще клевый. Не галичный, не песочный. Лежат везде, смотрите, по всему пляжу. Лежат доски. Хит. Регенс. Видимо, я неправильно, неправильно почитал. Не знаю, видимо, к кому-то отелю относятся. Но очень прикольный пляж. Прям прикольный. Есть зоны такие вот, типа ракушечные, как мне очень нравятся. Зонтики. Здоровские. В принципе, такая большая, насыщенная территория. Изо всех зонтиков много денька. И, кстати, вот этот пляжик, он прям широкий. Прошли чуть-чуть подальше. Посмотрите, здесь есть Pullman Mercury. Пляж тоже вообще прикольный, сделанный, клево. Мне нравится, как они утрамбовали всю эту гальку и положили белую доску. Прикольно получается. Возле каждого лежачка такие лежаки еще очень интересные. У них стильные. Стоит столик, стоит растение. Здоровское массаж. Даже посмотрите, как аккуратно все очень дорого-богато, как говорится. Ну, прикольно. Мне прям нравится. Лаунчбар Пирс. Здесь по-прежнему всякие вот магазинчики. Большой шиль. Такой вот полутанцпол или что это. Что здесь будет, не понятно. А это вот сверху отель. Пять звезд. Мы смотрели как-то номер. На 9 дней 600 с чем-то тысяч. Спускаешься по много-много ступенькам и идешь к морю. Паун-бич. Кафе Чохар Чой. Недавно его здесь открыли. Меж сезон, оно было закрыто. Мы с этим заведением познакомились, когда жили на Красной Поляне. Вообще прикольное название Чохар Чой. Так. Там тоже такая высадка. Прикольная. Так, с набережной сруливаем. И посмотрите, куда мы с вами попадаем. Это вот тот как раз пляж, про который говорил. Как его прикольно сделали. Есть бунгало. Завезли песок. Искусственный газон. Я, конечно, думал, что будет настоящий лежат. Нет, это искусственный. Вот этот настоящий. Вот. Стоят, значит, такие вот скульптуры. Пингвины. Пойдемте, пройдемся. Я покажу вам, как там проход к морю. Каменная лавочка, видели льва. Вот, видите, такие вот скульптуры, пингвинчики. Еще кто-то стоит. Не понял, кто. Обезьяна. Вот так вот все с песочком. Здесь бесплатный по Wi-Fi. Камера хранения. И вот так вот попадаем на пляж. И вот такая вот новая лавочка. И вот давайте прескурант вам покажу. Ставьте на паузу. Смотрите. Шезлонг 350 рублей. Это на полный день. Вот, видите, как красиво сделали. Раньше здесь такая была зона. Стояли всякие бассейны. И был такой небольшой аквапарк. Было прикольно. А сейчас, ну, тоже прикольно. Концертный зал открылся, играет. Там музыка. По той стороне уже не пойдем. Пойдем поэтом. Здесь поинтереснее. Видите? Вот так вот все кайфуют. В песочке. Прикольно, слушайте. Мне зашло вот такая, типа, зеленая зона. Ну, говорю, это как искусственная, как, типа, на Рейдисоне. В веретинке. Душ. Детская игровая площадка. Одна, вторая, третья. Шикарно. Вот, позаботились о детях. При резине. Там вон еще песочница даже есть. Вот, будьте в Сочи, у вас маленькие дети. Приходите сюда. Дети ваши точно будут довольны. А вот обстановочка на пляже. Очень узкий пляж. Очень узкий. Пляж Маяку называется. Маяку называется. Почему? Потому что вот тут вот. Значит, я вам его покажу. Вот он, Маяк. Поэтому и пляж называется Маяк. А здесь уже людей много. Бывает, конечно, больше. В центральном Сочи. Но все равно. Посадили шикарнейшие пальмы. Я не знаю, были они, не были. Ну, если были, то прикольно, конечно, по культуре. Красиво. Мне нравится тоже так стильненько. В принципе, по проекту вот так он должен был выглядеть. Просто проект немножко прорисованная тема. И кажется, что что-то должно быть поинтереснее. Ну, вот то, что получилось. Сами видите. Огромное количество лежаков свободно. Это, я говорю, к тому, что если вдруг вы хотите приехать на этот пляж, отдохнуть и переживаете, что все будет занято. Нет, ребята, не будет все занято. Не знаю, почему люди здесь не чилят. Наверное, потому что им не охота идти в море. Даже нужно целую набережную перейти. И вот, кстати, сделали вот такую из травы чик-значок геолокации. Маяк прикольный. И вот сколько здесь людей можете посмотреть. Это первый пляж от порта. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Слушайте, ну, очень здесь все изменилось. Да, все так было закрыто за какими-то профлистами. А сейчас все открыто, и мы сразу, получается, попадаем на... на площадь. Вот, гляньте, как клево это. Чик, маяк. Очень и очень дельно сделали, честное слово. Прям классно. Вот. Ну, мутноватенькая водичка, но потому что очень много людей. Плюс вот эти буны. И из-за этого вода, конечно, может мутнеть. А это вот центральная, так называемая, площадь возле порта, где проходят по вечерам всякие различные тусовки, всякие барабанщики играют, гитаристы. Ну, в общем, вы поняли, такая здесь курортная атмосфера. Здесь прикольно. А сейчас мы с вами пойдем в морской порт. Ну что, ребята, мы попадаем с вами в самую крутую локацию, пожалуй, из бесплатных в Сочи. Это морской порт, где просто можно пощекотать свой глаз красивыми яхтами. Вау! Походиться, походить, поблизываться. Вот здесь, кстати, вот на вот этих вот штуковинах периодически доставляют яхты с ценами. Стоят они недешево. Здесь еще, если вы гуляете вечером, сейчас мало народу с нацепек, будьте готовы к тому, что здесь ходит огромное, огромное, просто огромнейшее, я даже можешь так сказать, количество манайгеров, которые предлагают вам покататься на яхте. Меня, если честно, они раздражают. Почему? Потому что каждый тебе идет, давайте покатаемся, давайте покатаемся. Девочки, поехали, покатаемся. Мальчишки, давайте покатаемся. Давайте соберемся, покатаемся. И просто это через каждый, происходит буквально через каждый метр. Каждый к тебе подходит и прилагает свою яхту. И тем самым, конечно, подпорчивая прогулочку. Ну, не знаю. Я когда хожу с камерой, они стараются ко мне не подходить. Здесь можно действительно покататься. Кто-то спрашивал меня по поводу цен. Цены, ребята, от 800 рублей на человека начинаются. Если взять индивидуалку, то я думаю, ну, тысяч 10 будет стоить. В принципе, недорого. Мы арендовали на нас на день рождения яхту. Но мы не в Сочи брали, брали в Ялте. Ну, плюс-минус, ценники одинаковые. Далее, что-то главное здание морского вокзала. Из многих точек города его видно. Очень красивое. Прикольное. В нем внутри, значит, на первом этаже находятся лухари-магазины на втором рестораны. Да, пожалуй, это самое атмосферное место. Вон, посмотрите, яхточка. Паркуется. Шикс. Буклёвая. Вот, и даже, видите, можно купить яхту. Здесь у вас позволяет финансы приобрести. И здесь потом вот ее парковать. Прилетать в Сочи, отправляться в путешествие по воде. Тоже, кстати, прикольный вид путешествия, когда путешествуешь на яхтах, делаешь заплывы на катерах. Тоже очень-очень прикольно. Вот, в Бетон, например, магазин. А наверху Боска. Вот так вот пусто. Пусто. Отчасти это хорошо, что можно прям пройтись, кайфануть. Действительно, что очень сильно светит солнце, сильнейшая жара в Сочи. Поэтому не очень прям валком комфортно от всего этого спасает только прохладный ветер. Несильный, но он немножко задувает это солнце. Так, начинаем проходить к последнему куску морского порта. Называется причал номер 8. Вот, видите, здесь можно сгонять в Тагомыс. Вот тут вот находится туалет в этом круглом здании. Стоимость 25 рублей, примерно. Так, клево, кстати, вот это кафе тоже, бригантина. Тоже будете, зайдите, отведайте морских лакомств. Вот они, яхточки прямо рядом с нами. Посмотрите, как это шикарно, роскошно смотрится. Очень круто. Вот, видите, практически даром. Катаемся на яхте. Ну да, клево. Один раз точно стоит взять и покататься. Никогда не пожалеете. Еще лучше это сделать индивидуально, но это просто подороже. Даже если вы отправитесь не индивидуально, то ничего страшного. Вам точно понравится. Вот у них даже есть, видите, на борту сабборд. И, видимо, можно отплыть и где-то там в открытом, в открытом море плавать на доске. Все, и мы с вами попадаем на центральную улицу. Давайте поднимемся на смотровую. Такая тут есть небольшая смотровая. Будем, так сказать, чуть повыше всех. Посмотрим с вами. Вон еще отправляется корабль. Это вот как раз, видимо, в Дагомыс. Вот такие тут ребятки виды. Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Фух, очень хотел вам показать Сочи, какая здесь атмосфера в июле. Классно. Морской порт вообще обязательно рекомендую, если приедете в Сочи. Приезжайте, гуляйте, возьмите, покатайтесь. На яхте никогда не пожалеете, я уже это говорил. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова